На Псалом 105. Аллилуйя. В этом псалме пророк исчисляет грехи прежнего народа, научая, как и почему произошло его отвержение. В 104-м псалме пророческое слово изложило божественное благодеяние народу еврейскому. А здесь оно и о благодеяниях вспоминает, и обличает неблагодарность облагодетельствованных, и указывает понесенные ими в различных случаях наказания. Излагается же псалом как бы от лица благочестивых, оплакивающих народное бедствие и умоляющих о пощаде. Он по справедливости имеет одинаковое надписание с предыдущим, так как и предмет их одинаковый. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Надписание, означающее «хвалите Господа», показывает, что псалом содержит хвалу Богу. В начале же его пророк научает обращающийся к грехов приходить к Спасителю, как к врачу, посредством исповедания грехов, раскрывая свои раны. Притом делает это не на словах только, конечно, но от души. Он говорит по своей благости и готов оказывать милость кающимся, зная, что в нынешнем веке все нуждаются в милости, будучи смертными и тленными. Что означает слова «ибо вовек милость Его»? Он всегда милостив, всегда исполнен человеколюбие. Он всегда готов давать то, что от Него требуется. И у Него нет определенного срока времени. Все зависит от Твоей собственной готовности. Кто выразит могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Силы Господня есть все то, что Бог делает в нас свыше смертной природы. И что именно Павел называет действиями сил в следующих словах. Одному дается слово «мудрость», иному же «разуму» тем же духом, иному «вера» тем же духом, другому же «действию сил» и опять в другом месте. Все ли пророки, все ли апостолы, все ли исцелители? Сила отличается от исцелений. Первые составили, например, в том, чтобы Иисус ходил по морю, запрещал ветрам и бурю и сам преобразился на горе. Вторые же в том, что Он очищал прокаженных и исцелял всякую болезнь. И в Ветхом Завете есть с одной стороны силы, казни египетские, разделение моря, отступление реки Иордана, остановка солнца при Иисусе на Вине. С другой же стороны исцеления, когда, например, Моисей исцелил Мариам пораженные проказы, или то, что сделали Илья и Елисей. Все эти силы через апостолов были услышаны по всей земле, равно как и хвалы Ему. Потому что каждое действие Господа исполнено хвалы. А может быть, силы Господни соответствуют Его чудесам, тогда как дарование исцелений составляют хвалы. Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время. За сознанием греха следует плод добродетели или блаженства. Испытывая сам тяжесть наказания за грех, Порок здесь ублажает освободившихся от него и украшающих жизнь своей правдой. Ублажает, однако, не просто всякого держащегося правды, но того, кто твердо и неуклонно держится последованием ей. «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим». Название людей Твоих здесь относится к новому народу, к церкви из язычников, которую Господь удостоил спасения. А о народе еврейском пророк молится, чтобы он был допущен к участию в этом спасении. Какое же благоволение и какое посещение предполагает здесь Псалмопевец, если не то, какого удостоил нас Бог Слово своим воплощением? И явившиеся пастухам в Вифлееме ангелы называли тайну воплощения благоволением. «Слава в вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение!» Взывали они славословие. «Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим!» Их 5, Псалом 105. «Мы просим, говорит о том, чтобы нам получить участие в радости Твоего нового народа и сделаться общниками даруемых Ему милостей. Благость же избрания нужно понимать в смысле великого человеколюбия Божия к избранным Его, силу коего и блудные мытари, и грешники, и бедные рыбаки удостоились избрания. Это-то явление человеколюбия желал увидеть пророк, потому что оно и было достойно созерцания. Возвеселиться же в веселье народа Твоего, значит, насладиться общением в таинствах. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду, как бы в качестве какого-то наследства от отцов мы получили преступление Твоих законов. Отцами называют не святых патриархов, но бывших после них. Как это ясно, видно и из дальнейшему. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у чермного моря. 762. И, изданно говорит, наш род отличается склонностью ко греху. После стольких чудес, явленных ради них в Египте, они не захотели уразуметь Твоей силы. Поэтому и пророк говорит, увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Исайя 1.4. Они не уразумели, говорит, чудес бывших в Египте, хотя, находясь среди египтян, не ощущали разразившихся над теми наказаний. И, получив освобождение, не подумали, что не своей праведности, но божественной милости обязаны они этим посещением. Об этом, равно как и о том, что было в пустыне, в коротке сказал предшествующий Псалом, нисколько не обвиняя народ. Настоящий же Псалом воспроизводит рассказ об этих событиях, чтобы показать, в чем согрешили иудеи. И возмутились у моря, у Чармного моря, увидев, что египтян преследуют, а море преграждает путь к бедству, они не стали ожидать Твоей помощи. Но восстали на великого Моисея с такими речами. Разве не было гробов в Египте, что ты вывел нас умертвить в пустыне? Но однако и тогда, когда они оказались неблагодарными, ты даровал им спасение, о чем и сказал Псалмопевец. Но он спас их ради имени своего, чтобы показать могущество свое. Грозно рек морю Чармному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Словом своим, обнажив дно моря, ты сделал для них эту великую бездну пустыней, удобной для езды на лошадях. Так как пустыня, благодаря отсутствию растений и каких-либо искусственных преград, представляется весьма удобной для бега, то легкость перехода через море пророка обозначил сравнением с пустыней. Воды покрыли врагов, и их ни одного из них не осталось, потому что всех египтян потопило море. Одно и то же море евреям принесло спасение, а египтянам наказание. И не веровали они словам Божиим, и тогда поверили и воспели хвалу ему. Великий Моисей руководил при этом хором мужчин, а хором женщина руководила пророчица Мариам. И песнь их записана в книге Исход. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. Имея столько и таких доказательств, удостоверявших божественное могущество, они не обращались к Богу со своими нуждами и не ожидали его помощи, но тотчас вооружались укорами против его слуг. Два греха иудеев соединил здесь псалмопевец. Во-первых, что телесную страсть обнаружили в пустыне, где нужно было любомудрствовать и удерживаться от всякого пожелания. Во-вторых, что и о воде молили Бога неискренно, но с целью искусить его. Однако и после того Бог не прекращал своих чудес. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Полученные уже ими блага не уверили, однако, их в дальнейшем. Они поносили Бога, говоря, «Помним мясо и котлы в земле египетской». Прошением назвал их пожелания, а на самом деле они не просили, но попрекали. Тем не менее, Господь дал им и обилие мяса, и хлеб, не руками сделанный, и воду весьма приятную и обильную. И позавидовали стане Моисея и Аарону, святому Господню, не приогорчивших его в Красном море, не искушавших пустыни, презирающий грехи не оставил их и даже удовлетворил их желания. Но когда на Моисея восстались сообщники Дафана и Аверона, и сказали, «Разве Моисея одному был глагол Господень?» Тогда их со всем родом предал разверзшейся земле. Корея же и тех, которые вместе с ним захотели вознести кодильницы свои вместо Аарона, попалил огонь, исшедший из Скинии. Не допускает Бог, чтобы были презираемы его слуги, но явив свою любовь, показывает и свою беспощадность, согласно со словами, чтобы знали благость и гнев Божий. Эти лекарства у Бога взаимно пополняет друг друга. Разверзлась земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Дафан и Аверон со всем пламенем были пожраны землею, а кореи его сообщники были попалены огнем, посланным от Бога. Бог поразил мятежников этими наказаниями, чтобы других научить быть благоразумными. Но и этот урок остался для них бесполезным, что и показывает рассказ об их дальнейшем непокорстве. Сделали тельца у Хариева и поклонились Истукану. Не без цели упомянула горе, но чтобы отметить их крайнее нечестие, на этой горе явился Господь всяческий. При ней заставил их трепетать, явившись в великом огне, при трубном звуке и раскатах грома, и при такой ужасной обстановке даровал свои законы. Но тут же у горы они дерзнули обратиться к нечестию, поклонились Истукану. Это упрек в новом безумии, что на глазах у них явилось благодаря человеческому искусству, тому они воздали божескую честь. И променяли славу свою на изображение вала, ведущего траву. 764. Очень искусно изобразил псалмопевис ужас их безумия, сотворившего столько чудес, даровавшего им то необычайное спасение, и сильного сотворить столь великие дела они оставили, и вместо него почтили изображение тельца. Самый первообраз которого нуждается в пище, и притом пища тельца не хлеб, употребляемый разумными существами, но трава и зелень. А сравнительно с этим тельцом, лишенным разума, питающимся травой и обреченным в рабство людям, еще гораздо ничтожнее его изображение, потому что оно не только неразумно, но и бездушно, и не может ни действовать, ни мычать, ни есть. И однако столь бессильного они предпочли Богу стячески, нося в душе образ египетского Аписа, который был почитаем в Менфисе, они поклонились не ему только, но и многим другим истуканам. Сделавшие одного тельца, они имели в виду многих. Вот Боги Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Исход 32.4 И стих 21-22 Забыли Бога, спасителя своего, совершившего великой в Египте, дивной земле хамовой, страшное у черного моря. Ненапрасно вспоминает об этом, но желая показать, что при таких преступлениях Бог не отверг их, пока они не дерзнули на нечестилише из всех дело против Христа, поправши дарованную им благодать. Об этом говорит им спаситель. Сколько раз хотел собрать чад своих, как собирает птица птенцов, своих покрыли и не восхотели. Все, оставляется дом ваш пуст. Матфея 23.37 Итак, недовольствие с прежними злыми делами, славу их, которую был для них Бог, они променяли наподобие тельца. Они не вспомнили ни о своем спасении, ни о наказании египтян, ни о великом чуде в море, но все это вместе взятое подвергли оплеванию. И хотел истребить их, если бы Моисей избранный его не стал пред ним в расселении, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Именно когда Бог всяческих сказал, оставь меня, я истреблю их, то Моисей в ответ на это просил Бога, если не простишь им грехи их, то и меня изгладь из книги Твоей, в которую Ты вписал меня. Исход 32.10. Здесь возникает немалый вопрос. Что говорит Псалом? Если бы не Моисей, погибли бы они. Что же? Моисей сделал все и по уважению к нему, а не по собственному человеку, и к любви удержал Бог свой гнев. Но кто может сказать это? Итак, что же означают те слова? Бог для их пользы употребляет образное выражение, утверждает, что устыдившись Моисея, удерживает свой гнев и говорит, оставь меня, истреблю их. Хотя Моисей ничего не сказал, не пришел и не умолял, но Господь, желая внушить ему мысль о заступничестве, этими словами вызывает его на то. Итак, по справедливости и по предведению всей их злобы они были осуждены на гибель. Но по человеколюбии своему Господь допустил им спастись ради святости ходатая, просившего согласно с промыслом Божиим о мире, что благодать Божия не оказалась бессильной относительно Израиля, и ради обетований, данных отцам, которые он вспомнил в своей просьбе. И презрели они землю желанную, не верили слову его и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. Это пятое обвинение после Красного моря, после пустыни, восстания против Моисея и Тельца в Хариве. Возвратившись после осмотра земли соглядатой, кроме Иисуса, сына Навина и Халева, сына Яфонина, дурными речами о ней возмутили весь народ. Когда по повелению Божьи евреи должны были вступить в землю обетования, сообъятые страхом, они воспротивились ему, утверждая, что хана ней так сильны, что они не в силах бороться с ними. Вот явное свидетельство их неверия. Очевидцам столь многих и столь великих чудес по справедливости следовало быть мужественными, полагаясь во всем на силу спасшего их во всех тех случаях. И роптали в шатрах своих, не слушаясь глаз о Господне, и поднял он руку свою на них, чтобы не изложить их в пустыне, не изложить племя их в народах и рассеять их по землю. Это пререкание о земле по времени предшествовавшей возмущению Кореи и Дафана он поставил вслед за деланием Тельца, где их нечестие в связи с неверием Богу проявилось сильнее. И здесь упование на Бога, основанное на вере в Него, было совершенно уничтожено у них страхом. Даже память о полученных прежде благодеяниях не могла ободрить их. Поэтому они понесли за это большее наказание, чем за поклонение Тельцу. Тогда они потерпели только частные бедствия. А за это погибли, кроме детей, все без исключения, оказавшись недостойными обетования. За неверие Бог пожелал наказать их в достойной степени и предать гибель всех одинаково. Однако и теперь, по своему обычному человеколюбию, это наказание привел в исполнение не вдруг, а по частям. Они прилепились к Валфигору, еле жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. Это уже шестой грех с счетом. Опять предавшись невоздержании и разврату с мавийскими женщинами они научились их нечестью. Валфигор есть идол, почитаемый мавитянами. Место служения идолу называлось Фигором, а идол был, собственно, Вал. Его некоторые отождествляют греческим Кроносом, называется он также Вилом. Под жертвами мертвых разумеет пророк так называемый у греков возлияние, которые совершались обыкновенно в честь умерших, или то, что они прибегали к волшебству над трупами, или же то, что их мертвецы сделались жертвой могил. Да если бы самих так называемых богов их назвал, кто мертвый, не погрешил бы. И умножилось в них падение. 766. Не указал пророк причины идолослужения, того, что вовлекло их в идолослужение, именно блуда, с которого началось их нечестие, и в связи с которым находилось волшебство. Но обвиняет прямо в том, чем завершилось их нечестие. Потому общение с иноплеменницами и было запрещено законом, что обыкновенно страсть к женщинам приводит к нечестию. И это восстал Моисфиниес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. История свидетельствует, что Финиес взял копье, пронзил замрия, блудодействовавшего с мавитянкой, и вместе с ним убил и женщину. Число 25.7 Одобрив его ревность, Бог похвалил его и остановил наказание, поражавшее народ. Так, следовательно, сильна праведность одного мужа, что прекращает общий погром. И прогневали Бога увод миривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Это седьмой грех народа еврейского, который вовлечен был и Моисей. Приступив к нему, когда он сетовал они с большим шумом требовали от него удовлетворения своей нужды, а он, подавленный скорбью и видя их необузданность, объятый гневом и негодованием, исполнял божественное повеление безобычного спокойствия. С некоторым сомнением ударил по скале и извел воду. На это указывает выражение и погрешил устами своими, то есть не без колебаний говорил к народам и сказал «Неужели из этой скалы известь вам воду?» Число 20-10. За это без сомнения вознегодовав на него, Бог всяческих не допустил его ввести народ в обетованную отцам землю, но повелел ему окончить жизнь в пустыне, а обещания свои исполнил через Иисуса на вина. Моисей, конечно, считал это для себя наказанием, но Господь всяческих устроил это с иной целью. Прежде всего не дал он Моисею довести до конца исполнения обетования, чтобы иудеи, вождя Богом. В самом деле, если изображения тельса они обоготворили, то какого почитания не воздали бы они совершителю стольких чудес? С этой же, конечно, цели Бог устроил и то, что могила его осталась неизвестной. А сверх того, тем, что случилось с самим законодателем, Господь хотел показать временное значение того законодательства, потому что если сам законодатель не достиг обетованной земли, то отсюда легко было понять, что и сами они не будут долго наслаждаться ее обладанием. Изобразив таким образом события, совершившиеся в пустыне, Псалом обречает затем и те беззакония, какие они совершили в земле обетования. И не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканами их, которые были для них сетью. Господь запретил им сношение с язычниками, чтобы удержать их от общения в нечестии, уничтожая конец в начале, истребляя плод вместе с корнем и меньшим злом предупреждая большее. Но они и в этом отношении нарушили божеский закон, не истребили нечестивых народов и не избегали общения с ними, но подражали их порочной жизни. При этом пророк показывает, что Бог не человека ненавистничеству научил их, но только желал оградить их безопасность и прибавил, и было им в соблазн. Это общение и связи с уничниками, и соблазн не случайный, потому что в своем безумии они доходили до извращения природы, о чем и говорит далее псалмопевец. И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, и проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам хананским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. К концу оставил пророк самое крайнее нечестие. В самом деле, что может быть выше этого нечестия, осквернять землю кровью своих сыновей и дочерей и приносить их в жертву кровожадным демонам? Богу даже законного не воздавали, а для идолов закалывали своих детей и блудили. Блудом здесь называют ни одно невоздержание, но служение идолам, так как, будучи обручены Богу, они были привязаны к тем, что их ложное богопочтение по справедливости назвал блудом. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. 768 Об этом свидетельствует история судей, а также книги царей. То мамитянам, то мамитянам, амаликитянам, маденитянам, или стимлянам предавал их Бог, стараясь принести им пользу наказанием. Словами о мерзел застоянии свое несколько как будто противоречит сказанному прежде. Но только теперь говорит пророк о мерзком наследии, а прежде он говорил о другом наследии, об ином народе и племени, с которым он просил сопричислить себя. Здесь сначала народ делается мерзким, затем предается Богом, и, наконец, его покоряют враги. А коль скоро Бог чем-либо управляет, там они не могут получить власти. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим, и были уничтожаемы за беззаконие свое. Налагая наказание, он опять возвращался к человеколюбию, но они воздавали ему противным. Он был для них сладким по человеколюбию, а они принуждали его быть горьким для самих их. И опять он спасал их, они губили себя, всецело предаваясь делам погибели, пока не погибли совершенно. Здесь выражение многократно напоминает слова Спасителя. Сколько раз я хотел собрать детей моих, а словами смирились в беззаконии, что их соответствует и не восхотели. Но он презирал наскорь их, когда слышал вопль их. Все это подтверждается событиями, и то, что они обращались к Богу вынуждаемой необходимостью, и то, что обращение их всегда было услышано, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей. Ради обетований данных отцам он даровал милость. Раскаянием называет пророк облегчение наказания. Само же по себе состояние раскаяния у Бога невозможно. Ему не бывает угодно, сегодня одно, а завтра другое, но мудро распоряжаясь всем, он и наказание налагает, и человеколюбие сохраняет, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявшись их. Ездор говорит, что Господь Бог вложил в сердце Кира царя, и потом Дария, и Артак Серкса, человеколюбие в отношении к народу еврейскому, и теперь, находясь в подчинении у римлян, они пользуются щедротами, не собственным достоинством, а по милосердию Божию. Раскаяние же Божие не есть перемена его чувств, но ослабление наказания. Спаси нас, Господи Божий наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Это показывает, что пророческое слово научает их, как должно им умилостивить к себе Бога и заслужить Его попечение. И великий апостол предсказал будущее спасения иудеев через святянина. Придет от Сиона Избавитель и отвратить нечестие от Иакова. И вот им завет от меня, когда сниму с них грехи. Конечно, непостроение Иерусалима, по словам неразумных, нужно ожидать, и невосстановление подзаконного служения, бессловесных жертв, обрезания, субботы или краплений, тени после всесвятого крещения. Все это бредни пьяных старух. Но разумеется, здесь призвание и познание истины и вера во Владыку Христа и заключение Нового Завета. Научаются они здесь, как должно молиться о том, чего именно иудеи ожидают и что мы считаем исполнившимся с пришествием Спасителя, когда все повсюду принимают спасительную проповедь и приступают к лучшему сообществу в Царстве Небесном. Там, помимо настоящего обещанного нам истинная земля, когда сказано блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Собравшиеся там вознесут благодарность Богу за то, чего они удостоились, превознося и себя похвалами Спасителю своему. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века и доскажет весь народ Аминь, Аллилуйя. Все превозносят песнями Господа всяческих, называвшегося Богом Израилевым и столько соделавшего для спасения людей. И следует всему народу на голос поющих ответить Аминь. Буди, Буди, по-еврейски есть Аминь, Аминь. Отсюда и в церквах принято за обычай, чтобы к словословию священников присоединялся народ произнесением слова Аминь, чтобы принять в нем участие и получить благословение Христе Иисусе Господе Нашем, Которому слава вовеки. Аминь.